В октябре 1962 года едва не произошла катастрофа мирового масштаба. Две сверхдержавы оказались на грани ядерной войны. Мир замер в тревожном ожидании. Сейчас события этого времени называют Карибским кризисом. Предшествовали этим событиям действий Соединенных Штатов, разместивших в Турции ракеты средней дальности, которые были способны нести ядерные боеголовки. Размещение ракет в Турции представляло для СССР колоссальную угрозу. Время подлета этих ракет до важных промышленных центров и городов СССР не оставляло Советскому Союзу Времени на равноценный ответный удар. Так что сторона оказалась беззащитной перед угрозой нанесения ядерного удара. Американцам казалось, что они взяли за горло русского медведя, усмирили его и теперь смогут диктовать свои условия. В ответ на действия американцев Советский Союз провел операцию, получившую кодовое название «Анадырь». И осенью 1962 года на Кубе было размещено пять ракетных дивизионов, способных нанести ответный ядерный удар по США. Почему-то подобные действия Советского Союза не понравились Соединенным Штатам. Конечно, было бы странным, если бы было иначе. Ведь теперь американцы в случае нанесения ядерного удара по Советскому Союзу получили бы сокрушительный ответный ядерный удар. А как известно из истории, эта страна привыкла действовать безнаказанно. Так что в итоге, в конце октября 1962 года холодная война едва не перешла в стадию горячей. Понимая последствия ядерной катастрофы, никто из лидеров двух стран не решился нажать красную кнопку. Начались переговоры, результат которых вполне устраивал СССР. Советский Союз должен был демонтировать свои пусковые установки на Кубе, а Соединенные Штаты прекратить блокаду острова, а впоследствии убрать свои ракеты из Турции. После того, как Хрущев с Кеннеди сумели договориться, в стартовые позиции наших ракет всех пяти дивизионов были переведены в транспортное положение для погрузки на торговые суда. Человек, рассказавший эту историю, назовем его Михаилом, был в составе экипажа одного из судов, перевозивших с Кубы ракеты. Вот что он рассказывал. Ракеты были размещены на транспорте в тележках прямо на палубах судов по восемь штук. На обратном пути наши суда стали постоянно облетать американские разведывательные и боевые самолеты. В тот день Михаил нес вахту. Сначала американский самолет-разведчик несколько раз на предельно низкой высоте пролетел на суд. Делал он это нагло, уверенность своей полной безнаказанности. Потом по команде прошел доклад, что на горизонте появился американский эсминец и начал сближение с нашим кораблем. Подойдя на определенное расстояние, эсминец подал сигнал нашему кораблю с требованием лечь в древь для осуществления досмотра. Капитан немедленно связался с Москвой, доложил обстановку, на что был получен категорический приказ следовать прежним курсам не останавливаясь. Американский эсминец, поняв, что советское судно не собирается подчиняться его командам, дает осень так, что снаряды легли прямо по курсу нашего корабля, показывая этим, что в случае неподчинения они откроют огонь на поражение. Капитан вновь срочно связывается с Москвой, сообщает о происходящем и вновь получает приказ следовать своим курсам, а на требования американца не реагировать. Быстроходный американский эсминец уверенно догонял советский грузовой корабль. Паники на советском судне не было, но люди замерли в ожидании чего-то страшного. Казалось, еще немного и случится непоправильно. И вдруг, совершенно неожиданно, американский эсминец резко изменил курс и, совершив разворот на 180 градусов, на полном ходу начал удаляться в противоположном направлении. Все, кто был на палубе советского судна, бросились в борт, чтобы посмотреть, как в лучах солнечного света уходит в глубину рубка советской субмарины. Неожиданное появление советской подводной лодки в этом районе скутало карты командира американского эсминца и заставило отказаться его от досмотра советского корабля. Я далек от мысли, что американец побоялся быть уничтоженным советской субмариной, если решится открыть огонь по ней или по советскому грузовому суду, на котором перевозились ракеты. Дело было в другом. Не стоит забывать, что в октябре 1962 года Хрущев заявил, что рассматривал блокаду кубы как пиратского. В случае досмотра американцами советских судов он отдаст приказ топить американские корабли. И хотя пламя зарождающегося пожара третьей мировой войны было к тому времени потушено, но угли все же продолжали тлеть и никто в той непростой обстановке не решался пойти на опрометчивый шаг. У меня на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Оцените его, поставьте лайк или дизлайк, жмите колокольчик. Не забудьте оставить комментарий и подписаться на канал, будет еще много интересного.